Здравствуйте, я Алексей Кудинов, это Культурный Максимум. Сегодня поговорим об актерских суевериях и почитаем Великого Гэтсби. Кроме того, познакомимся с художником, который реконструирует мировоззрение алтайских скифов. Но для начала гудок, орган-позитив и другие необычные инструменты филармонического ансамбля ранней музыки. Ансамблю «Инсула Магика» исполнилось 40 лет. Организовали коллектив студенты консерватории, которым было интересно воссоздавать звучание старинной музыки. В начале 90-х ансамбль стал частью Новосибирской филармонии. К юбилейному концерту музыканты готовят произведения, написанные в 14 и 15 веках. Мы этой музыкой не занимались. Она очень специфичная, она очень философская, разнообразная, она всякая философская, осмысленная. Может, кого-то это шокирует, честно скажу. Настоящие трубадуры не пели песни Гладкова и не играли на электрогитарах. Специалисты по старинной музыке – своего рода археологи. Они находят давно забытые произведения, а потом пытаются понять, где и как их играли. Сейчас мы открываем для слушателей еще одного из таких знаменитых композиторов 15 века – это Гиом Дюфаи. Музыка совершенно космическая. И мы сами, даже когда ее играем, то главное – не забыть, где мы находимся. Потому что музыка действительно увлекает за собой, уносит в какие-то непонятные, непривычные сферы. Чтобы исполнять средневековые мессы и баллады, лирику трубадуров и застольные песни нужны соответствующие эпохи инструменты. В коллекции ансамбля их множество. Вот этот набор, то, что у меня в руках, гусли, колесная лира и вот этот ящик с огромным количеством струн, монохорт называется. Это калашьон. Калашьон. Итальянский инструмент. Ну вот это вот он выполняет, то есть видите, маленький корпус, длинный гриф, длинная ручка. Собственно, он так и переводится. Калашьон – это как маленький козаок или маленькая корзина. То есть здесь маленькая корзинка. И он выполняет, в нашем случае, он выполняет басовую функцию. То есть такой низкий достаточно инструмент. Это-то еще несколько инструментов, которые мы видим на сцене, Сергей сделал сам. Что-то коллектив купил у других мастеров. Иногда это точные реплики, а иногда скорее фантазия на заданную тему. К примеру, такой инструмент, но чертежей я не нашел, но были картинки, были какие-то изображения музыкантов того времени. То есть какие-то пропорции можно было вычислить. У нас в Комарухе делали инструменты. Достаточно вспомнить очень известную песню «В опале береза стояла». Значит, стояла береза, ее срубили. Что из нее сделали? Сделали три гудочка. Три гудочка, четвертую балалайку. Вот это вариант гудочка русского. Но западный вариант, он как народный инструмент существует в странах скандинавских, например. Он называется крут, кельтский инструмент, он называется именно по-кельтски крут или смычковая ротта. Струны играют вместе, и можно соединять их одновременно в таком аккордовом звучании. Ну, так, например. В глубине сцены орган-позитив. Сравнительно мобильный инструмент. Их использовали в церкви. На таких маленьких органах исполнитель могли заниматься дома. В эпоху Средневековья существовал орган-портатив, который ставился на колено, заплечным ремнем удерживался на корпусе музыканта, и одной рукой музыкант оттягивал мех, накачивая воздух, а правой рукой играл на небольшой клавиатуре. Этот орган был переносной, назывался орган-портатив. А орган-позитив от слова позиция, то есть он занимал какое-то место на земле, так скажем. Старинные инструменты дают не только возможность исполнять мало кому известную музыку. Это вообще машина времени, которая может перенести слушателей на много веков назад и позволить самим музыкантам понять своих коллег, живших, вдумайтесь, во времена Колумба, войны Алой и Белой Розы или окончания татаро-монгольского ига. Если мы берем электрогитару или что-то другое, то мы будем так играть. А здесь вот другой подход, соответственно, ты себя, наверное, ощущаешь вот тем человеком. Как-то хочется туда. Открывает немножко другой мир, что ли, звуков, потому что все равно, когда играешь на одном инструменте, ты привыкаешь к этим тембрам, ты как будто бы у себя дома. А когда берешь в руки другой инструмент, это сродни путешествия в другую страну, так скажем.